Здравствуйте, Татьяна Ивановна. Я вам продукты принесла. У сотрудника отделения социального обслуживания на дому центра Домодедовский Лилии Маркиной на попечении 9 человек. А по тому день ее начинается с похода по магазинам. Но одними покупками продуктов дело не ограничивается. В наши обязанности входит и покупка продуктов, оплата коммунальных услуг, помощь по дому, если требуется, лекарства, доставка, выписка. Пунктов много. Но естественно ни в каком списке невозможно отразить доброту и душевное тепло, которым социальный работник делится со своими подопечными. Татьяне Ивановне Мехедовой 96 лет и за долгие годы у нее с Лилией Маркиной сложились доверительные отношения. Такие люди мне прям по душе. Им 10 лет обслужить меня. Слов нет. Да что, хороша у нас работница, работник. У Елены Марченко фронт работ тоже солидный, 12 человек. Для жительницы поселка Владарского Ольги Черниченко она уже давно больше, чем просто социальный работник. Помогает во всем хозяйстве мне, потому что у меня заболевания тяжелые. И я без нее как без рук. Потому что я не чувствую иголки. Она придет, зашьет что-то у меня. Она мне помогает за навесочки повесить. В магазин ходит только она. В аптеку бегать. Какое бы время суток ни было. Действительно, по правилам социальный работник навещает своих подопечных три раза в неделю. Но на самом деле они готовы прийти на помощь по первому зову. И потому для многих стали членами семьи. Они могут своим родственникам не открыться, а вот нам открываются. 43 сотрудника трудятся в отделении социального обслуживания на дому центра Домодедовский. Более 500 человек находятся у них на попечении. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видно этого.